Совершенствование технологических схем таможенного контроля и таможенного оформления, а также нормативной правовой базы, внедрение информационных технологий, повышение квалификации сотрудников таможенных органов Приднестровья – это составные части единой системы развития таможенных органов ПМР, ставшие приоритетными направлениями ведомственной программы, реализуемой личным составом подразделений Государственного Таможенного комитета. Причем кадровая составляющая является одной из основополагающих. Осуществляя работу в данном направлении, руководство ГТК на протяжении уже нескольких лет направляет своих сотрудников граждан Российской Федерации для обучения в Российскую Таможенную Академию и на стажировку в подразделения таможенных служб стран СМГ. На постоянной основе функционируют курсы повышения квалификации сотрудников таможенных органов. В рамках службы регулярно осуществляются аттестации сотрудников, последняя из которых проходила с февраля по май нынешнего года. Целью аттестации явилась проверка уровня знаний линейными инспекторами, инспекторами отделов таможенного оформления, финансовых отделений, групп таможенной поддержки и статистики и начальниками этих структурных подразделений действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в таможенной сфере с учетом обновленных нормативных правовых актов, направленных на унификацию и ускорение таможенных процедур. Перед аттестационной комиссией ГТК стояла задача определить уровень профессиональной подготовки сотрудников, а также дать объективную оценку служебной деятельности каждого инспектора и определить степень его соответствия занимаемой должности. Результаты аттестации выявили ряд недостатков общих для всех таможен. Прежде всего это касается порядка применения ценовой информации на товары, перемещаемые через таможенную границу, что может повлечь злоупотребление как со стороны перевозчиков, так и со стороны таможенников. Поэтому в рамках всей службы будет продолжаться процесс совершенствования механизма формирования ценовой информации и рассмотрения в дальнейшем товаров, входящих в группу риска. Еще одной проблемной сферой в работе инспекторов АТО, выявленной в ходе аттестации, оказались применяемые в таможнях технологии контроля условно выпущенных товаров, в связи с чем уже в ближайшее время будет пересмотрен механизм этих технологий. Как правило, уровень знаний линейных инспекторов зависит от места несения ими службы и тех технологических схем контроля, которые применяются на этих пунктах пропуска. А значит, принципы взаимозаменяемости инспекторов и единобразия в применении таможенных процедур не всегда соблюдается. Практика таможенного дела показывает необходимость периодической ротации личного состава с тем, чтобы каждый из инспекторов обладал опытом работы на различных стадиях таможенных процедур. Был отмечен и положительный опыт организации работы ряда ТПП, где благодаря периодической ротации личного состава линейные инспектора овладели навыками работы на различных стадиях таможенного контроля, таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также навыками работы с различными программными продуктами. Этот опыт предложен для изучения и внедрения на других аналогичных участках несения службы. Самый высокий профессиональный уровень показали в ходе аттестации инспектора Дубосарской таможни. По мнению членов аттестационной комиссии, это стало возможным благодаря активному внедрению там опыта наставничества. Обучение молодых инспекторов взяли на себя старшие товарищи из числа наиболее грамотных и опытных сотрудников. Развитие института наставничества в рамках таможен является одним из перспективных направлений, рекомендованных для внедрения. Немаловажным фактором, повлиявшим на уровень квалификации сотрудников Дубосарской таможни, явилось и то, что некоторые из них на данный момент проходят обучение на факультетах заочного отделения Российской таможенной академии. Полученные в стенах профильного вуза знания преднестровские таможенники не только применяют в собственной практике, но и делятся этим бесценным багажом с коллегами. Аттестационная комиссия в результате проведенного среза знаний рекомендовала начальникам таможен усилить работу в части подбора кадров и активизировать процесс изучения нормативно-правовой базы таможенных органов. Также в рамках службы было решено разработать и внедрить автоматизированную тестовую систему определения уровня знаний инспекторов. Были разработаны и конкретные рекомендации в отношении инспекторов, заслуживающих присвоение более высокой классности и продвижения по службе. По некоторым кандидатурам рекомендовано увольнение и незаключение контракта. Столь жесткие последствия аттестации являются вполне оправданными, поскольку современный уровень развития таможенной службы требует отличного состава, высокого профессионализма и полного соответствия к квалификационным требованиям. Итоги аттестации позволили руководству государственного таможенного комитета выявить среди личного состава таможен кадровые резервы, содействовать продвижению по службе наиболее перспективных и инициативных сотрудников, а также решить задачу оптимизации штатной численности сотрудников в структурных подразделениях. По результатам этой аттестации было сформировано новое штатное расписание. Кроме того, ряд наиболее отличившихся сотрудников получили возможность обучаться в Российской таможенной академии.